Ну, Сань, давай за продуктивный сезон. Да, давай, давай. Бывает все равно, то есть, ногу отобьют туда-сюда, то есть, а через неделю, в конце недели там болит, здесь болит. Либо рис, либо суп, у меня нет такого выбора, прям как в меню в ресторане, так что закончилось. Я даже без слов, я взял слабую даже, мельчатую. Короче, бегает, пока тренер рукой не махнет и не позовет взял дальше. Вот, ребята, на жизнь в Таиланде. Кофеечек, солнце, море. Боец, тебе знакомо чувство усталости? Ты хочешь быть лучше? Электролиты концепции тайского бокса выведут твою выносливость на новый уровень. А также тайские спортивные бальзамы помогут быть максимально продуктивным как на тренировке, так и в бою. Лучшие продукты для спортсменов из Таиланда, о которых вы не знали. В магазине abcshop.su Даня, здорово. Здорово. Ну что, с воскресеньем? Да, выходной один. Ты уже ровно неделю здесь? Да, неделю, да, ровно неделю. Как дела? Нормально, все отлично. А как прошли первых шесть дней? Не, нормально, то есть, ну, такие тренировки хорошие, как бы, загружаются. Не филонишь. Ну, ты мне скажи, ты же не тренировался, получается, до этого два раза в день, ты сразу приехал, так начал. Нормально, в принципе, сразу акклиматизировался нормально, то есть, не было такого, что прям вообще дикие нагрузки, нет, нормально все. Как тренера относятся? Нормально. Все хорошо? Как ребята? Да ничего, нормально общаемся, то есть, да, то есть, ну, там меняется постоянно, то есть, постоянно. Нету постоянных ребят. Ну, они то придут, то они по вечерам приходят, то есть, бывает, то есть, которые два-три раза, то есть, их постоянно вижу, потом нету, то есть, опять, потом другие, другие, так меняются. А эти ребята, с которыми, ну, вот у них тоже должен был быть бой? А он, как бы, у него в стерпурге, бой был, все, то есть, он, как обычно, после боя два дня, там, три выходных, и сегодня, тем более, воскресенье. Саня, ты говорил, что, значит, бальзам закончился, даже, прихватил эти желтые, а то что ты его быстро вымазал? А в последнее время, последние эти два дня было, безуха такая, прям с гантелями бегали, прям колеса швыряли, так что у меня руки прям болели, прям аж, прям загружены, и я руки прям мазал вот из этого и расходовал, то есть. Быстро проходят, да? Ну, да, в принципе, помогает, то есть, все равно, как убегаться, то есть, я два дня вот помазал, то есть, полностью чуть длиннее, и все, чего, все нормально, вот и закончилось, да, спасибо. Да, уходят тут в день по четыре, сегодня один только выпил с утра, ну, я, на самом деле, с ними проблем нету, потому, ну, как бы, хочешь пей пять, четыре, хочешь, потому... Не, я, то есть, сейчас хотя бы две недели, то есть, а потом, я думаю, потом на два, на два, на три переходить, так, то есть, это самое... Ну, да, я думаю, что, все равно, у них ничего, как бы, плохого нету, что ты их пьешь, там, четыре в день, ну, тоже, значит, не надо его потреблять, хотя это тоже, это все натурально, это же элементы соли, соды, там, этого глюка, Козы, потом он, на то, чтобы... Ну, осталось, немного, с коробкой выкинул, то есть, так вот сложилось в пакет. Что-то, ты говорил, что этот, что полымал, да, в суток? Да, вчера отработали, то есть, нормально все, ну, вчера втроем вместе с тренерами, то есть, до этого мыли, то есть, видели, я начал мыть, и сразу все похватали, все швабры, давай мыть, а тут нет, вчера, то есть, с тренерами, то есть, трое трениров, короче, и я к ним подключился, все вымыли. А как ты подключился, они тебе сами сказали, или... Нет, 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 тренировка закончилась, я, я даже без слов, я взял швабру, даже, ну, что, то есть, и сразу... Они одобрили нормально? Да, нормально все, да. Хорошо, ну, что, Сань, посидим, покайфуем, вон, ребят, взял вот такие стулья, нам станет, что мы сейчас покайфовали на пляжике немного, посидим, покайфуем. Ты поскольку вообще купаешься вот так в день? А у меня, смотри, какой график, то есть, я после тренировки прихожу, душ, после душа иду перекушу, потом приеду домой переоденусь, жаришься, разгард одеваю, прихожу на часик где-то, купаюсь раза три, туда-сюда, загорал, да, за часик, ну, может, чуть больше, то есть, примерно так где-то. А потом спать, наверное? Ну, потом прихожу, ну, если днем поспишь, ночью вообще, то есть, что-то потом время, ночью плохо спать. Ну, потому что в костере, наверное, такие индусы трусуют. Ну, да, тем более, сегодня у нас вообще там битком будет, там, сколько, 14 человек, то есть, они должны заехать, все в кровати застелены. Ничего себе. Веселуха будет. Да, ты говорила, там, что-то украли, да? А, да, вчера проснулись в 7 утра, то есть, индусам надо уезжать, а он телефон, грубо сказать, потерял. А что за телефон? А, не знаю, говорит, я ложился спать, телефон на зарядку, воткнул пальцы, положил около себе, а просыпаюсь, говорит, телефона нет. То есть, и это пришла с ресепшена, то есть, там, давай туда-сюда, короче. У меня из холодильника мандарины там были, то есть, далеко не в первой свежести я в суперчипе беру такие, то есть, как бы, ну, сам знаю, что они немного там идентичны. Да, да. Не особо такие эти, прям, как на рынке, манго такие прям все идеальные, ровные. Ну, в суперчипе они уже такие третьи свежести, которые... Второй, третий сорт, да. Да, это самое, смотрю, у меня вот это, пропал, то есть, вчера день такой был, то есть. Утро началось. Он там где-то затусил на потонге, пришел, понакурили бы по пьяни, вточил твои мандарины вместе со шкурками и не парился. И телефон взял позвонить. Да, и телефон взял позвонить. Все, пойдем покайфуем. Да, пойдем, приседем. Так, ну что, Сань. Сань, знаешь, что ты любишь кофеет, потому прихватил тебя. Спасибо большое, да. Вот покайфуем немного. Саня сказал, что будет пить теперь кофе только раз в неделю. Когда ты ко мне будешь посидеть. Да, у него экономный режим, вот он, когда прилетел, вот это, неделю назад, когда вот он улетал, он что-то там себе по два кофе в день пил, а потом понял, что это немножко небюджетно, да? Да, 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 кофе здесь такое, как бы, это самое, дешевенькое. Ну, оно и тоже, оно и недорогое, но, может, и не дешевенькое, да. Ну, я, скорее всего, не из-за денег, а, скорее всего, из-за того, что из-за режима, чтобы. Ну, да, тоже правильно. То есть, я говорю, вот неделю тренировался, я вообще вычеркнул его, то есть, вообще, а дома, да, то есть, два, бывало три раза, кофе постоянно, то есть, с утра, после работы бывает еще, ну, то есть, а тот, как занялся, то есть, сразу решил, то есть, вычеркнул, короче, его из-за. Ну, на самом деле, оно будет приятнее питься, знаешь, когда так, раз в неделю кайфануть, да, немножко. Кстати, сколько раз тебя на лапах держали за эту неделю? А вот вчера еще подержали их все, то есть, как бы, это самое, под вечер, там, ну, никак. Шесть раундов у нас разделены, три раза, три раунда одному держит, потом два раунда, то есть, они как-то маленькие бывают, это чисто для бокса, ну, и последний раунд для меня, то есть, это самое. Один раунд, да, подержали? Ну, да. Сек держал, да, да, да. Ну, там, под конец уже, как бы, уже все, как бы. Я уже слышу, что ты запомнил, как тренеров в завод, да? Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Молодец, молодец. Ну, мне кажется, что после того, как ты к ним подошел, знаешь, с этими мелочными подгонами, они к тебе больше расположились, по крайней мере, мне так кажется. Кстати, ты говорил, что тебя фотографировали, почему об этом не рассказываешь? А, вот да, буквально. Врачбой, наверное, скоро? Да, наверное. Так, когда же я тебе говорил-то, когда, позавчера? Ты мне вчера писал, что тебя фоткали. А, ну да, вчера сфоткали, но он без слов говорит, давай, говорит, надо две фотки сделать. То есть два раза сфотографировал, комнату отвел, то есть. А, он в комнате фоткал, да? Ну да, там это на фоне, то есть там есть там фон. Сань, ну я так понял, что после этого хостела с индусами, то тебе комната с тайцами зайдет просто на ураль. Да, я, честно сказать, думаю, да, это там, там же у них двое всего, грубо сказать, живут, то есть. Ох, задуло ветерочко. Ох, да. Это будет просто сказкой. Ну да, да, да. Ну ничего, Сань, это тоже есть такая, как полоса препятствий для тебя. И стремление уже зарекомендовать себя в поединке, чтобы переехать уже полноценно в зал. И, как говорится, жить с ними, одной семьей. На самом деле, наш, как бы, европейский вот этот стиль, когда люди приезжают, там платят деньги, тренируются, это одно. А когда ты вот реально приехал, там с ними прям живешь и так далее, это совсем другое. Ну это лично мое мнение. Но я думаю, что это тоже, как бы, у тебя будет возможность сравнить. Когда ты приезжал, так тренировался, как ты так будешь тренироваться? Ну да, конечно, да, за деньги, в принципе, они, как бы, раз ты заплатил, они должны, как бы, и... Да, а тут уже так. А скажи, какую-то технику тебе показывают на тренировках или нет? Ну, было как-то один раз, там, грубо сказать, так чисто, ну, этой комбинации показывали, то есть один раз. А так, в принципе, стандартно, то есть как это, разминка, бой с тенью, потом на... Не, ну я к чему, что-то показывают тебя, корректируют тебя там в технике? Ну да, 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 вот когда вот я пришел на тренировку один, то есть с утра все забили, короче. А, и они тебя тренировали? Да, да. Ну, то есть я пришел, он постоянно над грушей около меня стоял, говорит, это так, это так, то есть... Блин, ну, ребят, тоже, знаете, на самом деле, мог ли я не тренировать, а так тренировал. Прикольно. Больше никого не было, то есть кому-то ничего. Ну, ты знаешь, если бы тайцы лентяев были, ну, на самом деле, есть такие тайцы, которые бы просто сказал, типа, о, бай, я стоял, типа, да, тренируйся себе сам. Ну, Сань, давай за продуктивный сезон. Да, давай, давай, спасибо. Ну что, ребят, в этом постримили. Саня, как после стрима? Да, нормально, отлично, как говорится. Понравилось тебе? Пообщались, да, понравилось. Будем чаще выходить? Да, будем чаще выходить по возможности. Всем привет еще разок. Александр только что сейчас набрал мне, обрадовал хорошей новостью. Говорит, сходи, там тебе закинули на донатик денег, так что сходи, говорит, помассируй. Я уже ему сказал, что я, говорю, я на море сходил, решил немного сэкономить, поэкономить бюджет. Он говорит, раз, говорит, выделили, сходи, говорит. Так что пользуясь случаем передаю огромное спасибо за донат. Сейчас ополоснусь после моря и пойду на массаж. Всем спасибо. По поводу быца, ты только что спрашивал, то есть ты год назад оставил банку в отеле? Ну, не год назад, нет, я отдал Тиму, как бы сказать, на хранение, у меня целые банки были, там срок годности, как бы, до конца, вроде, чуть не 20-го года, то есть, они по килограмму, я думаю, у меня и так сумка была забита. Ты думаешь, оставлю человеку, как бы, владельцу отеля банки на сохранение и через год приеду их съем, да? Нет, я его давно знаю, то есть я не первый год общаюсь, как бы, с ним, то есть приезжаю именно в его отель, когда я приезжаю отдыхать. То есть я ему сказал, говорю, пусть у тебя, говорю, побуду, то есть оставлю, да, без проблем, говорит, пусть приезжаю. Почему нет, как бы нормально. Он сам со словарки, вроде, вроде со словарки, ну, он по-русски немного так бы говорит, то есть, я приезжал, говорю, к нему не первый раз, наверное, три уже, наверное, в этот отель, то есть. Сань, какие тебе комментарии больше всего понравились из тех, которые ты читал в видео на пролом? Ну, а в основном все равно положительно, то есть поддерживают, типа, давай вперед, то есть, короче. Как ты относишься к критике? В принципе, нормально отношусь, то есть, мне кажется, критика должна быть, чтобы, как говорится, смотреть над своими ошибками, то есть где-то что-то кто-то, но со стороны же все равно лучше видно, чтобы как бы это самое, то есть, где-то что-то неправильно, где-то как бы докрутил, не докрутил, где-то это так, делаешь это не так. То есть, мне кажется, критика все равно должна быть. Говорят, что вот почему такой легкий спарринг, вот как ты думаешь, что спарринг был за легкий или нет, который был в первый день, ну, то есть, на первой тренировке? Ну, я смотрю по противнику, то есть, к примеру, если он идет на таком темпе, я же не буду, грубо сказать, накручивать, то есть, знаешь, как здесь рубаки такие, один рубит, другой нет. Если он так же, то есть, легко, то смысл мне как бы накручивать темп, то есть, я вот хочу, можно было и накручивать, то есть, он был бы так же спокойный и вел себя, то есть, а я быстрее и сильнее, то есть, ну, более мощный удар был. А в принципе, если он на легком, на лайтовом таком спарринге, то я думаю, в принципе, накручивать не надо, то есть, смотрит по сопернику. Ребята, вы знаете, я вам так скажу, что, да, что, во-первых, он пришел на первую тренировку. На первой тренировке нельзя показывать какую-то агрессию, нужно, как бы, в чужой монастырь со своими законами, со своими, там, этими, не лезут, да, правилами. Потому, если ты пришел в чужой зал, поддерживай такой темп, как дает тренер, во-первых, говорит, во-вторых, как работает напарник. Во-первых, нельзя, так сказать, работать жестче, чем напарник, потому что это будет некрасиво по отношению к напарнику, во-первых, да, может, он, во-первых, слабенький сам по себе, а ты тут начинаешь над ним, как бы, показывать, утверждаться за счет того, что он слаб, так нельзя делать, потому нужно поддерживать, как бы, одинаковый темп, вот. А, конечно, когда нужно уже, ты пришел именно рубиться, то да, тогда можно и рубиться, но тоже поймите, если, сколько у тебя за неделю был раз спарринг? Да, у нас практически каждый день спарринг, ну, может, раза два не было, то есть, а так практически каждый день, и утро, и вечер, я сейчас, как-то, захотят, давай, то есть, захотят, давай, то есть, нет такого, что... Ну, а теперь, прикинь, ты на каждой тренировке будешь рубиться, голова теперь в месяц отвалится просто. Ну, да, и самое главное, что, да, все равно, травм уже бывает, все равно, то есть, ногу отобьют туда-сюда, то есть, а через неделю, к концу недели там болит, здесь болит, то есть, в принципе, как бы... Ну, все, бальзамчик у тебя есть, теперь будешь мазаться. Да, бальзамчик, да, спасибо большое, да, будем мазаться. Да, пожалуйста. А то да, закончился у меня в желтый. Зеленым так, я, то есть, в основном, желтый использую, разогревающий. Че по еде, вот, как ты сейчас питаешься, че ешь? А у меня стандартно, то есть, после тренировки я рис ем, либо с морепродукт, ну, как там морепродукты, три креветки, то есть, сам, ты знаешь. Часто тайская театра, да, да. Либо с курицей, то есть, ну, там, либо курица, либо морепродукт, ну, главное, рис. Принесли стакан со львом, сейчас принесут еду. Сегодня что-то у них много народу, прям, битком, можно так сказать. Обычно тайская кафешка, никаких вхожанных диванов, так сказать, кафе эконом-класса. Вот принесли такую еду, 70 бат стоит. Вот такая порция. После обеда, то есть, ну, после второй тренировки, либо суп куриный, ну, либо, как мы с тобой попробовали, спагетти, пасту, карбонару. С Севенолевна, да? Да, я как бы брал, то есть, в принципе. Ну, так у меня, ну, так у меня, ну, да, то есть, рис, курица, суп, куриный. 120 бат в день это тратишь, 150 бат? Ну, и плюс я беру две бутылки воды, то есть, считай, в день четыре раза электролиты пью, то есть, до тренировки, пол-литра, грубо сказать, 250. После 250, это, грубо сказать, то есть, и две бутылки, ну, да, где-то 150 бат в день выходит. Ну, 150 бат в день, это около 5000 бат в месяц получается. 150 где-то, да, долларов? Ну, да, где-то так, 150 бат, 180. Чего-то в последнее время прям на рис так потянуло прям. Вчера тоже думал, карбонару возьму, но нет, прям, сходил, помылся, то есть, собрался, короче, и нет, пошел за карбонарой сначала в ЛМ, потом нет, все-таки по ней рис поеду. Ну, не знаю, прям вот дохода прям, прям как это. Рисика, да? Рисика, да, прям. Ну, я думаю, что из-за того, что ты два раза в день питаешься, а сил очень много уходит, и за счет этого, наверное, хочется. Ну, прям охота. Я дома в России, я не скажу, что я рис прям так люблю туда-сюда, то есть, по возможности, сколько-поскольку, а так, то есть... Я думаю, что углеводов просто очень хочется, наверное. Ну, да, ну, может быть, то есть, да, вот из-за чего и как бы потребность, в принципе. Может быть, может быть. У меня из-за моего рациона, то есть, либо рис, либо суп, у меня нет такого выбора, прям как в меню, в ресторане, так что... Не, ну, Саня, тоже не начинаю. Либо рис, либо суп, а тут смотришь с морепродуктами, либо с курочкой, а тут смотришь и карбонара. А как тебе, кстати, нравится вид пальм, вот, когда ты просто смотришь, кайфуешь от того, что пальм рядом? Да, вот я море бывает снимаю, и да, пальм снимал, да, понравилось, понравилось. По приколу, правда, когда вот ты, может, вот, я не знаю, просто глаз радует и сил дает даже вот такое. Ну, я снимал, говорю, я в Россию отправлял, там мне лайф, пришли, там море, там звука. Родственники пишут, да? Ну да, родственники, все, говорит, отправляю, говорю, я каждый раз, как приду на море, все равно что-нибудь, там, секунд 30 сниму, то есть. По кайфу здесь, да? Пальму, да, сниму, да, и все. А даже при том, что... Как говорится, отчет каждый день делает, то есть, это самое. Даже при том, что это потом, как бы считается, самый грязный пляж. Ну да, и самое главное, самый длинный, правильно? Есть же более маленький пляж, такие аккуратненькие, то есть. Есть, есть, да. Здесь, если волны, то и волны большие, а если на маленьких пляжах... Какой больше всего пляж нравится? А, Найхару я больше. Ну, мне тоже Найхару нравится, но там тенька нету. Ну да, а там рядом же с Найхаром еще слева есть, там, это где... Яной. Да, 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 вот тот, чего небольшой пляж. Ну, там тоже тенька нету, Сань. Ну, это маленький, то есть. Саня вот неделю тут приехал и уже рассказал, я тут как тайцы, загора, не понимаю, что можно так сгореть, что будет потом неделю облазить просто. А я чувствую, когда уже перегреваешься, уже бывает, когда вот на второй тренировке, когда бегаешь уже в эту гору, да, сюда, тут, уже чувствуешь, сейчас закипишь. А сколько раз в эту гору бегаешь? Я не, пока не остановят, короче. А я прихожу пораньше, то есть еще там народу бывает нету, я минут на 5-10 все равно раньше начинаю бегать. Правильно, правильно. Побегаю, а там покататься не остановят, грубо сказать, кто на скакалке там прыгает, то есть, а он мне что-то, я первый раз вот на скакалке попрыгал, и потом он мне, в принципе, а я говорю, раз бегать, так бегать мне, в принципе. Так бегать лучше, да? Бегать, мне кажется, более поле, это самое, для организма будет, и тем более, видишь, горка, у нас люди бегают туда, туда минут 10 бегут и обратно, то есть, а у меня, видишь, туда-сюда, туда-сюда, то есть, спуск, подъем, спуск, подъем. Рваный более там. Да, 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 более такой темп. Я чисто здесь вот бегаю, то есть, как бы, это... С трубкой с маской плавал, Саня? Нет, здесь, нет, сейчас нет, то есть, так вообще, я очки бывал, вот там, обрал, там, когда мы с друзьями отдыхали, а сейчас... Просто когда с трубкой с маской плаваешь, там на камнях, правда, аккуратно, потому что не очень острый, там можно мурену встретить, например, и разных других животных. Самое главное на морского ежа не наступить, это мало приятного. Да, да, тебе точно не стоит. Как раз именно около камней и около скалки, конечно, там водится. Ну, да. Я раньше всегда, то есть, старался где-то выбраться, вот, весь народ здесь, а я куда-то... На Найхаре с левой стороны же есть там у них камни, я всегда, то есть, всегда в то место, в то место, а потом что-то почитал туда-сюда, один наступил, другой наступил, думаю, что, говорится, не испытывать судьбу, я со всеми тут поплаваю. Всем привет, друзья. Проезжал мимо потом, я думаю, заеду к Саньку, возьму кофе, ищу чего-то вкусненького, да и узнаю, как у него дела. Он как раз тренировку закончил где-то час назад, думаю, он на пляже. Поэтому возьму чего-то хорошенького и пойдем с ним немного пообщаемся. Что, пойдем искать Санька, где-то заслабляется на море. Сань, ну что, ты на тело тут глазеешь? Здорово! Здорово! Да не, тут как курица на гриле, туда опять не наступил, уже если кто переворотил. Сань, я знаю, что ты любишь кофеечек, выбирай себе любой. Айс латте. А я что-то так вспомнил, ты же у нас капу пьешь. Не, а сейчас горячее, в принципе, не актуально, наверное. А, я просто думал, если что, у тебя холодно бьет. Да, 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 да. А вот ты одно вытаскивай, одно мне бьет. Да, 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 угощайся. Спасибо. Вот, ребята, на жизнь в Таиланде. Кофеечек, солнце, море. Сань, как тренировки? Нормально, я все в штатном режиме. Нормально? Ну да. Как тайцы относятся после того, как ты пол помыл? Видишь, что пацан нормальный? Да, нормально все вроде бы, ничего. Но все равно как-то здорово, что-то здорово, что-то как-то так. Сань, смотришь, выиграешь там нокаутом, и тайцы нормально будут. Ну да, я тоже думаю, мне кажется, после этого изменится. То есть уже после первого боя проведем, то есть так-то. Я тоже думаю, что после боя многое изменится. Ты говорил, что вот фоткали, ничего не говорили, когда бой? Не, ничего не сказал, он сфоткал, сколько-то было уже на той неделе, наверное. У тебя в субботу или в пятницу вроде. Может подбирают тебе противника, знаешь, чтобы было все четко. Я знаю, у них же тоже есть такое не то, что, Дима, сфоткали и давай. Не, ну они могут так, в принципе, сделать, но видно, хотят подойти посерьезнее к делу. Может быть, может быть. Как у тебя вообще питание, все там на месте? Вчера рис только ел. Не знаю, что-то мне на рис тянет. Прямо после второй тренировки, ну реально просто рис. Многое на рейд на ел, знаешь? И я два раза тоже ем, то есть как бы в этом плане, то есть рис, рис, рис. Что с утра, то вечером, то есть два дня подряд уже так. Не знаю, то есть я же вечером суп курины ел обычно. Да, да, ты говоришь, что... А так, не, не, что-то сейчас с утра рис, вечером рис. Не знаю, прям тянет. Тренировки нормально переносишь? Нормально, нормально, то есть ничего такого нет. Нету чувства перетренированности, все хорошо? Просто бывает, когда уже минут 30-40 бегаешь в эту горку, которую я на видео снимал, то есть честно, там уже как мне закипаешь, прям там солнце пек, тем более. Всем привет! Сегодня хорошо позанимались. Сегодня прям такая тренировка, погоняли нас хорошо. Тренера, наверное, минут 20 поспарринговали так, без отдыха. Честно сказать так, кажется, соки повыжили. Спрашивали там вопрос, помню, было, много ли бегаем. В принципе, вот горка. Скажи. Вот горка. С ними по ней где-то минут 30-40 бегаем. То есть горка не особо большая. Вот тренер, вот с которым... Спарринговали видео. Видео? Видео. Видео, видео. Вот с тренера, с которым спарринговали 30 минут. Хорошо погоняли, самые шустрые из них. Так что заходите, приходите потренироваться. А горка такая, метров, наверное, 300 куда, 300 обратно. Но когда минут 30-40 бегаешь, честно сказать, на 30-градусной жаре, честно сказать, хватает. Кто-то на скакалке прыгает, кто-то выше бегает в гору. Выше убегает примерно на километр и обратно вниз. Но мне кажется, лучше бегать 300 туда, 300 обратно и туда-сюда. То есть, и ноги больше загружают, чем раз поднялся и раз спускаешься. А тут туда-сюда бегаешь. Короче, бегаешь, пока тренер рукой не махнет и не позовет в зал дальше. Так что вот так. А, ты когда в обед бегаешь, да, перед этим? После с утра, то, в принципе, не такое солнце, когда если солнце, пекло, и туда-сюда минут 40 побегать, то... Водичка теплая, нормально? Да, нормально, да. Купаешься или ты так только загораешь? Я так, это самое, разница, два-три окунусь, то есть... Ну, смотри, у тебя здесь есть буйки, можно даже плавать, брать там, например, очки, делать физуху себе плаванием. Хотя, я думаю, что ты так физуху делаешь на тренировке устаешь. Я чисто прихожу чисто отдохнуть, чисто говоря, реально, просто. Все индусы вроде съехали от меня. Да, опять один, ничего не пропало. Вчера, вчера в 6 утра встали, часть уехала, потом приехали, сегодня опять в 6. Они все будильники на заводили где-то на 5-5.30, и хер кто встает, короче. Все спят, короче. Я смотрю, думаю, мой будильник, я ложу его рядышком, чтобы не проспать. Смотрю, время в 5-5.30, смотрю, все спят. Через 5 минут опять будильник, опять, опять. Будет тебя, короче, нету нормального сна. Ну да, ну да, как-то так. Ничего, быстрее уже к тайцам заедешь, да, и нормально будет. Да, мне тоже, кажется, там получше будет. Чего, у тебя там ничего не пропало? Не, все нормально. А я в сумку убираю, в принципе, застегиваю туда пакет в сумку и выбираю. Один телефон с будильником наставляю, здесь у нас же это где свет и скучается такой. Небольшая полочка. Так что тут телефон оставляю, со мной все убираю. Саня, трансы не перестают к тебе? Не, не, не. Все нормально? Все отлично. А ты с отрадом на этом, пацанчик тут. Один ходит, да, секси, смотрите, у него там труселя крутые. Могут тебя похитить на потоме, не? Насмотри, аккуратно, ты нам нужен участник на проекте, нормально. Саня, а у тебя, подскажи, где я щипчики взять, забыл с дома взять, а то в кобке отрастает. Отсюда, неделю не стриг, да? Ну да, неделю, а когда это употребляешь, эту скорлупу, они как бы... Растут? Да. Ну, Саня, в это все, ну, он просто уже пойти 15 бат, там 20 стоит, это первое. Ну, я просто смотрел там какие-то такие вообще прям огромные, где я вот это... Не, я наоборот видел маленькие. Это на посредине, короче, да? Да, по магазинчикам пройдите, потому что остается, они что-то же ругаются, когда ты в клинче с ногтями работаешь. Да, вот я и думаю тоже, да, вот посредине. Ребята, это очень важная заметка, обязательно стригите ногти перед тренировкой, никогда не ходите с ногтями на тренировку, особенно, когда вы клинчуете, боретесь и так далее. Даже в пятнашках вы можете пальцем тыкнуть случайно человеку в глаз, если ногти у вас будут длинные, будет нехорошо. Ну да, шею уже сразу, у меня бывали случаи, что прям такие полосы на шее оставались здесь. В России тут бывало такое, то есть прям реально прям рассаживание. Жены, девушки же ревнуют потом, думают, что ты где-то ходил там уже. Да, ты отмазывайся. Сань, нормально тут гоняют на этих водных мотоциклах? Нет, нормально, я здесь еще в уголку стою, интересно, посмотрите. Ты катался уже? Нет, это не, это я буду кататься, когда чисто на отдых приеду. Ну, стопот, грубо сказать, 50 долларов, чуть больше полторы тысячи бат, ну, ну, 50, ну, 60, грубо сказать, ну, все равно, как бы, сейчас сказать, это считаю. Ну, дороговато немного, да, когда ты приехал на пролом, дороговато. Ну, да, не, 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 это дороговато, посчитай почти, что-то посиди, ну, еще есть. Если в бой выиграешь, то, может, организуем тебе такую тему. Нет, это самое дорогое, это самое дорогое, это такое. Это я, когда приехал, чисто отдыхать, да, чисто отдыхать, сегодня одно, завтра другое, так. А тут, как бы, с таким режимом, мне, я, чисто так, посмотри. Я думаю, что на них травмироваться же нельзя. Да, да, да. Я думаю, что там, ну, об воду максимум ударить, там, какую-то травму. А вчера одного перевернулся один, и его тащили сюда на байке, то есть, ну, то есть, и, видать, развелись, забыл спросить, вроде наши были. Спросить, насколько их развели по деньгам, то есть, типа, не заводится туда-сюда, там. Да, такой-то гон, а не животные мотоциклы. Ну, я знаю, да, ну, вот видишь, то есть, ну, он его не мог в итоге там сам завести. Он сам что-то крутанул, и на бок его завалил, короче, и показывает. Ты встал там в середине, и они поехали. Разводят наши. Ну, да, ну, не как-то. Что, Сань, говоришь, шикуешь, сегодня целый арбуз себе купил, да? Да, сегодня решил взять. А я, в принципе, по вечеру кусок-полтора-то где-нибудь съесть, чем так же фруктовым покупаю. Ну, ты знаешь, тоже много объедаться арбузами хорошо? Не, я по кусок на вечер, то есть, и сам. Ну, а так кусочек арбузика, кусочек манго, а где-то ананасик пошел, купил, да и нормально. Нет, у нас пока еще не брал, брал манго эти чипи дешевые. Там по 10 бат, две штуки зеленые. Ребят, нормальная фишка манго. Две штуки 10 бат в супер-чипе. Смотрите, скажешь, наверное, третьего сорта. Ну, да, они хотят третьего сорта, но... С пятнышками там. Ну, ничего страшного, что наши девки хозяйственные, могут обрезать шкурку там, да? Нормальный манго съесть. Ну, да. Вот такие фрукты взял в супер-чипе за 15 бат всего. На вечер решил разнообразие себе сделать. Сейчас покажу наш муравейник. Это кухня у нас. Так, а вот здесь мы живем. Тут у нас такой значок есть красивый. Здесь вот у нас пока еще никто не заехал. Здесь моя вот кровать внизу. Так что вот в таком муравейничке мы живем. Саня, сколько ты уже здесь? Получается, полторы недели? Ну, да, полторы. Ну, вот ты на пляже ходишь, тут девки ходят всякие. В купальниках не тянет тебя? Не, не, не. Мне чисто это самое... У меня шея, это блажный гол, это бывает после клича тяжело поднимать. Ешь бывает иногда после первого-второго клича и голову не мог поднимать, чуть не поднимал и ел. Так, и готово сломать. Ну, так называется, сломать. То есть, у тебя нет сил даже оглядываться по сторонам, да? Не то, что на елок смотреть. Я приду сюда после тренировки поем, помоюсь. Приду сюда полчаса, час, домой, обратно там поваляюсь. Ну, сейчас днем стараюсь не спать. Днем поспишем, ночью. Может, это просто тебе 36 лет, 35, Сань, да? И Никита просто был пацан молодой, его там что-то все тянуло влево-вправо. Не-не-не, так нет, здесь можно, говорю, можно и покататься, и туда, и сюда, то есть, если смотря с какой целью, то есть, приехал, то есть, как бы. Ну, да, смотря с какой целью, тоже верно. Саня, как там у тебя с людьми на тренировке? Да ничего, нормально. Вчера народу много было, наверное, человек больше 15. Может, потому что ближе к Новому году туристы подъезжают и начинают, ну, как бы, люди подтягиваться. С утра трое сегодня у нас было, то есть, всего. Ну, то есть, те, кто, как бы, постоянно они здесь, то есть, один тут позор, ну... А вчера много туристов каких-то было, да? Вчера, да, приезжали, да, человек, говорю, 15, больше, наверное, да, таких, которые на раз придут, то есть, это, новенькие, ну, то есть, новые люди. Слушай, а ты рассказывал за Амара, который вот с нами тогда клинчевал, то ты говоришь, что когда у него проблемы, он только приходит, да? Нет, он говорил мне, то есть, у меня, говорит, сейчас проблемы с визой, мне, говорит, надо... Он здесь, как я понял, как он мне рассказал, он здесь у начальника, работает в тату-салоне, тату-шку делает. И сейчас, говорит, ему что-то начальник вроде визу сделать-сделал, то на самом деле что-то с визой какие-то проблемы, туда-сюда, короче. И вот у него был тогда в пятницу бой, ну, как обычно, через 2-3 дня приходит, а до этого он регулярно, то есть, ну, раз в день, либо с утра, либо вечером всегда приходил. А тут в пятницу был бой, то есть, и считай, сколько уже прошло, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, уже 3 дня, то есть... Я к чему? Что он просто дерется тогда, когда ему деньги нужны, когда не хватает денег, он приходит подраться, как думаешь? Не знаю, мне кажется, нет, ну, в деньгах он заинтересован по-любому, то есть, точно. Ну, как он мне сказал, что-то говорили, что с визами какие-то проблемы, то есть начальник сказал, сделаю, а в итоге что-то там не получается. Может, в принципе, и это проблема. То есть, меньше боец, чем просто деньги нужны, и спорты за как-то больше выход... Я не могу обсуждать. Да, не то, что обсуждать, но твое мнение. То есть, люди здесь могут просто выходить на стадион ради того, чтобы получить каких-то дополнительных 100 баксов. В принципе, да, я считаю, здесь почему нет. Ну, вот я к чему, я потому и спрашивал. Заработал, грубо сказать, два дня отдохнул, через неделю, полторы-две, опять, то есть, подготовился хотя бы, если тебе хватает, дня 3-4 на тренировке. То есть, если он не как я каждый день хожу, а, к примеру, за неделю, то есть, в понедельник пришел, в пятницу бой, то есть, в неделю... Думаешь, они так могут делать, да? Я думаю, в принципе, могут, конечно. Вот, ребята, к чему, что в Таиланде реально вот есть такая тема, когда нужно лишних 100 долларов, им не впадло пойти подраться, выступить там, пойти в нокаут, либо отправить кого-то в нокаут, там уже как получится. Вот такая вот житуха в Таиланде. Не забывайте поддержать ваш любимый проект, ссылка на донат в описании, с вашей помощью проект станет интереснее, а нам станет на порядок легче. А также, для тех, кому интересны электролиты, бальзамы, спортивные туры в Таиланд, курсы обучения, ссылки в описании под этим видео. А самое главное, друзья, если вам понравилось видео, лайкайте, комментируйте, делитесь этим видео с вашими друзьями и подписывайтесь на мой канал. С вами был Городинчук Александр, до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»